Эксперимент удался. Все мысли, которые ваше эго желает воплотить в реальность, будут воплощены. Весь тот хаос мыслей, текущий бесконечным потоком в вашем уме, преобразуется в вашу окружающую действительность. Даже лежа на диване, возник из ниоткуда голос синего кота, можно создавать волшебную вселенную, которая любит тебя и помогает тебе во всем. Все происходит именно так, как ты этого хочешь. Да что об этом сто раз говорить, перебил я его. Лучше наколдуем по чашечке волшебного кофе и насладимся бесконечными мгновениями вселенской фантасмагории. Хммм, а зачем сто раз пить кофе? Промурлыкал синий кот и материализовался напротив меня. Я не знал, что ответить коту на этот вопрос. Я только лишь прищурился с детской хитростью, чуть-чуть опустив голову вниз, для того чтобы взгляд был немного исподлобья, и искренняя улыбка сама появилась на моем лице. Мрммяу, радостно ответил он с такой же искренней улыбкой. Я и синий кот сидели друг напротив друга. Я сидел на краю своей волшебной вселенной, а кот на краю своей вселенной. Между нами в бесконечной бездне хаоса стоял круглый столик, на котором находилось три чашки кофе. Красного, желтого и зеленого цветов. И розовая сахарница с волшебной космической пылью. Каждая чашка и сахарница стояли на синих блюдцах, светящихся свежим утренним светом восходящего солнца, просыпающегося солнышка и освещающего всю планету Земля своей улыбкой. Я пил кофе из красной чашки, синий кот из желтой. Зеленая чашка ожидала эволюционного момента энергетического взрыва вселенской материи. «Вот мы сидим с тобой на краешках своих вселенных, вкушаем ароматный кофе», – мурчал синий кот. «И каждый из нас создал сам себе другого. Кстати, почему у нас на столе нет сгущенного молока?» «Мяу» «О да, срочно наколдуем!» Радостно поддержал я его. «Все внешние и внутренние ощущения человеческого существа создаёт эго само же себе», – сказал кот. «Ему нравится это. Как бы ни боролись беспокойные ум и чуткое сердце. Но всё будет происходить в окружающем мире именно так, как желает того ваше эго». «И чем больше ум и сердце оказывают логические и психологические сопротивления, тем более дискомфортное состояние испытывает человеческое существо. И тем более в окружающей им же созданной вселенной всё происходит не так, как хотелось бы». «Ой, философы!» – улыбаясь, прервала монолог синего кота, внезапно появившаяся из зелёной чашки смерть. «Вот что я вам скажу, коллеги. Е равно МЦ в квадрате. Это частный случай. А в общем виде Е равно МЦ в степени Н. «Так, стоп!» – остановил я их. «Зачем я вас себе создал, не могу понять». «Нечего и понимать!» – ответила смерть, размешивая пять ложек волшебной космической пыли в зелёной чашке. «Когда будешь в Италии, поймёшь!» – и радостно улыбнулась. «Какая же забавная штука!» – побежали мысли в голове. «Существование в мире, который создаётся прямо сейчас обычным воображением и обычной фантазией. И абсолютно всё, что есть вокруг меня – это результат игры моего эго. «Вся материя, энергия, все существа, все знания и науки – это всё создано моими мыслями». «Даже если науку не понять?» – вдруг задал мне вопрос нежный голос девушки, откуда-то вклинившийся в мои мысли. «Да!» – строго и утвердительно ответил я. «Хммм… Зачем мне такие науки, которые я не понимаю? Зачем вообще столько всего многого непонятного и неподдающегося объяснению?» Продолжал задавать вопросы прекрасный голос, в который я уже безумно влюбился. «Если нам будет всё понятно и известно, то игра в жизнь станет неинтересной и потеряет свою тайну. Ту тайну или тот секрет, то, что является квинтэссенцией игры. То, что скрывается внутри нашего эго. И эта тайна бесконечна». «Бесконечна?» – удивился нежный голос. «Да, бесконечна. Мы её познаём каждое мгновение, но она постоянно эволюционирует и снова становится ровно столько же непознанной, насколько мы её познали». «С кем это ты разговариваешь?» – перебила диалог смерти. «Не знаю», – ответил я, и после этого прекрасный голос исчез. «Я закрыл глаза и тоже исчез. Растворился в пустоте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова